Скоро 1 сентября, но подготовка ученика в школу способна серьезно ударить по бюджету семьи. Многие семьи нуждаются в финансовой поддержке. А вот существует ли пособие для помощи семьям по сбору детей в школу? Как вообще их получить и на какие суммы можно рассчитывать? Есть ли пособие для сбора в школу для малообеспеченных семей? Об этом подробно будем говорить у нас в студии. Сегодня гость Алина Абазба, заместитель председателя службы социальной поддержки детей семей. Алина, спасибо, что с нами здесь в студии. Добрый день. И с нами на связи по телефону замминистра просвещения Ада Кварчелия. Ада Алексеевна, здравствуйте. Как вы нас слышите? Добрый день. Да, прекрасно, хорошо слышу. Итак, мы будем говорить сегодня о том, как подготовить детей в школу и какую помощь может оказать государство семьям малообеспеченным. Особенно хочется об этом поговорить семьям. Давайте начнем, наверное, с Министерства просвещения. На какую помощь могут со стороны Министерства рассчитывать? Ада Алексеевна, расскажите в этом году, что у вас запланировано. Конечно, это вы правильно отметили, что это очень затратные расходы для родителей. И вся трудность, тяжесть, конечно, ложится на плечи наших родителей. Алина, в том числе еще и мама, она расскажет и с этой стороны, насколько это сложно. Да, да, я сама тоже мама троих была школьников, и поэтому все эти трудности тоже перенесла. И понимаю тоже, насколько это вообще актуально. И насколько вообще это нужно решать эти вопросы. Насколько для нас, это в нашей стране, где социальные институты не защищены, не защищено население, нету каких-то социальных особой льгот. И поэтому, конечно, здесь эти вопросы стоят остро. Что касается Министерства просвещения, это ежегодно при составлении бюджета учитываются вот эти именно малые мощи и многодетные семьи. И для них приобретается школьная форма. Вот количество этой школьной формы тоже формируется за счет, по заявкам районных отделов образования. И потом уже приобретаем, мы, конечно, отправляем вот эти школьные формы в наши районы. Вот это один социальный такой проект, основной, можно так сказать. И второй у нас социальный проект, реализуемый Министерством просвещения, это, конечно, это книги, учебники. Максимально, конечно, сказать, что сейчас мы полностью обеспечиваем, тоже нельзя. Но, тем не менее, по возможности, мы максимально обеспечиваем учебным материалом наших учащихся. Сейчас опять вот мы ждем переизданные учебники. По нашим прогнозам, те, которые не хватают, которые не хватали в прошлом году. И вот постараемся восполнить эти пробелы. Это касается и истории Абхазии, в первую очередь. И учебники абхазского языка и русского, абхазской литературы тоже, который какой-то промежуток времени не переиздавался. То есть новые учебники какие-то тоже получат? Школьная форма это? И новые, соответственно, да. И новые учебники получат. То есть вот эти два основных вот таких проекта, которые могут реализовать и оказать, в общем-то, в итоге адресную вот такую помощь. Алина, на ваш взгляд, насколько эта помощь важна? Вы работаете с отдельными категориями, с особо нуждающимися семьями, которые в сложной жизненной ситуации. Вот для них такая поддержка насколько важна? Ну, я с точностью могу сказать, что... Не только для них, наверное. Да, эта помощь важна не только для них. Но вот эти слои населения, социально уязвимые, да, которые нуждаются в материальной поддержке, для них это большая помощь, поддержка. Так как на сегодняшний день одеть и подготовить ребенка в школу, как вы уже сказали, это, правда, выливается в немаленькую копеечку. Мы уже не первый год тесно сотрудничаем с Министерством просвещения. Они, на самом деле, колоссальную работу проделывают. Согласно там определенным спискам заявленным, они предоставляют помощь в виде школьной формы. И в каждой районной администрации наши вот семьи, с которыми мы работаем, они получают такую поддержку. Конечно, есть разные потребности. Есть потребности в канцелярии, там есть еще другие запросы. Но насколько это возможно, приходится приоритизировать. И самый сложный случай, да, там в каком-то, может быть, частном порядке, удается решить. Но не всегда это такой всеобъемлющий подход. Но мы понимаем, мы трезво оцениваем свои возможности, возможности государства. У нас есть еще и другие ресурсы, которыми мы пользуемся. Когда есть другого рода запросы, у нас есть резервный фонд президента, куда граждане обращаются. Есть также резервный фонд кабинета министров, где ни одно заявление, оно не остается без внимания. И уже на уровне районных администраций также выделяется определенная материальная помощь, когда это необходимо. То есть те семьи, которые нуждаются, они не остаются без внимания. Конечно. Но как это сделать? Как вообще обратиться в органы власти? Об этом, Алина, мы еще успеем поговорить. У меня был вопрос к Аде Алексеевне. Ада Алексеевна, вот какое количество формы вы закупаете? Хватает ли вашего бюджета на то, чтобы охватить всех нуждающихся вот в этой помощи? Ну, количество тоже немаленькое там, но опять-таки все зависит от заявок тоже. А зависит, какое количество там. И вот иногда до 800 тоже форм доходит, и до 1000 иногда. Каждый год по-разному там эта ситуация. Но хотела бы что отметить, Нала. У нас еще четыре подведомственных интерната. То есть там тоже мы охватываем незащищенные свои населения. Это дети в основном из малоимущих семей, многодетных семей. Они мало того, что там и одеты, но еще и, естественно, там они находятся практически все время там, кроме выходных. То есть там их и кормят, и поят, в тепле содержат. Дополнительное образование дают, дают, помимо того, что очень активная у нас в этих интернатах кружковая деятельность тоже. Но это что касается учебного процесса. А вот с материальной точки зрения, вот в наших интернатах учатся до 800 человек на этих детей. То есть это... Полное обеспечение на себя берет. На полном обеспечении государства, да. Это на полном обеспечении. Каждый год увеличивается там стоимость на... Это, конечно, с инфляцией, то есть... Расходы увеличиваются на содержание. Расходы, естественно, увеличиваются. Особенно мы очень смотрим на питание. Почему? Потому что дети должны, находясь вне дома, они, естественно... Ребенок, ну, как вы знаете, дома и стены обогревают, дома ты и сыт даже, если особо, не особо такого выбора нет. Родительские руки согреют, и стены вылечат. Наверное, да. Да, да. А когда ты где-то уже находишься, ребенок постоянно есть, хочет и так далее. Поэтому с этим учетом, конечно, мы особо смотрим на питание этих детей. И однозначно всячески пытаемся как-то создать максимальные, конечно, условия. Сейчас вот сейчас нематериально-технически там делают ремонты, пытаемся оснастить. И, то есть, как бы, естественно, забота со стороны государства есть. Конечно, много еще проблем впереди и очень много вопросов. Сейчас сказать, что все прямо так... Не сложно, но шаги в сторону поддержки делаются. Ада Алексеевна, спасибо вам большое, что рассказали о важных проектах Минпроссвещения. Спасибо, что были с нами на связи. Благодарю. Спасибо. Спасибо вам тоже за то, что вы поднимаете такие вопросы. Спасибо большое. Всего вам доброго. А мы продолжим разговор в студии с Алиной Базба. Алина, вот такая поддержка для отдельных категорий, 800 детей в интернатах. Им полностью оказывают поддержку со стороны государства. Это и учебники, и питание, и одежда школьная. Да, совершенно верно. Это дети, которые обучаются в интернатах. В большей степени это дети из многодетных и малоимущих семей. Конечно же, это снимает ряд вопросов, так как там они находятся на полном содержании, они питаются там, им предоставляется возможность находиться, обучаться, и за ними приглядывают. То есть это на самом деле отличный ресурс в условиях нашей страны. Но не стоит забывать, что у нас семьи социально уязвимых категорий, они есть везде, в каждом городе, районе, в каждом селе. И поэтому здесь такая работа должна быть направлена точечно. И у нас ведется мониторинг, у нас есть определенный свой список, который постоянно обновляется, пополняется. И здесь мы работаем тесно, сотрудничая с районными администрациями, с дирекцией каждой школы. Потому что ситуация, она может быть абсолютно разная, изменяться изо дня в день. И наша задача не упустить никакого ребенка, и знаете, что очень важно, понимание сложной ситуации у каждой семьи, оно абсолютно разное. Потому что к нам обращаются разные люди, мы материально не помогаем от слова совсем. Но оценивая ситуацию, мы видим и понимаем, куда можно перенаправить, кому передать, и какую помощь кто может оказать. Но иногда семьи обращаются и говорят нам, что вот у нас сейчас самая критическая ситуация. А сравнивая с ситуацией в других семьях, мы трезво понимаем, что здесь, ну, наверное... Преувеличивают. Да, преувеличивают. То есть они в состоянии сами справиться с этими проблемами. И как раз-таки наша задача показать им, как можно выйти из такой сложной ситуации, куда можно направить свои собственные внутренние ресурсы семьи, когда там есть отец, мать, слава богу, руки-ноги есть, они могут там... Ну, мы, может, поможем, направим их с работы. Как говорится, наша задача предоставить им удочку, чтобы они смогли сами себя содержать. Мы не хотим, чтобы у нас, наоборот, порождалось такое же девенческое поколение. Мы хотим, наоборот, чтобы семьи могли самостоятельно выходить, при этом, да, под контроль над государством, чтобы это была, ну, такая, знаете, взаимная работа семьи и государства. Но есть семьи, которые реально в этой помощи нуждаются. И вот сейчас с нами на связи Кристина Лакоя, сотрудник фонда «Киараза». Она как раз, как сотрудница фонда, работает в поле и знает семьи, которые вот остро в такой помощи нуждаются. Кристина, здравствуйте. Как вы нас слышите? Здравствуйте, здравствуйте. Добрый день. Я не хорошо вас слышу. Надеюсь, вы меня тоже хорошо слышите. Прекрасно слышим. С Алиной Базба мы уже успели немножко поговорить о том, как помочь остро нуждающимся, вот, малоимущим, многодетным семьям собрать детей в школу. Вы как раз запустили акцию «Счастливая 1 сентября». Вы помогаете уже несколько лет, много лет, можно сказать, семьям. Да, 8 лет. Да, расскажите, как в этом году у вас эта акция работает, на что вы рассчитываете? Ну, акцию мы запустили 1 августа. Для начала нужно собрать определенную сумму денег для того, чтобы закупить канцелярские товары. И уже ближе к 1 сентября, соответственно, мы начнем раздавать канцелярские товары. На данный момент сбор немного затруднен, потому что как-то мало людей откликаются и пока что не совсем все гладко проходит. Но мы надеемся, что нужную сумму получится собрать и все дети, которые нуждаются в канцелярских принадлежностях, их, соответственно, получат. Ну, Кристина, может быть, потому что сейчас страна объединилась, чтобы помочь Фридоне собрать деньги на ее лечение, поэтому немножко, может быть, переместилось внимание к этой проблеме? Ну, вполне возможно. Конечно, эта проблема намного важнее. Я надеюсь, что сбор в ближайшее время для Фридона Алисба завершится, и ребенок вылечится, и будет здоров, дай бог. Но я думаю, что и с нашим сбором все будет в порядке. Вы знаете, мы 8 лет проводим эту акцию. И вначале всегда трудно, но потом уже ближе к тому моменту, когда мы начинаем ее уже раздавать в канцелярию, очень много организаций, очень много людей подключаются, и обычно всегда все проходит очень хорошо, и я думаю, что в этом году все будет также хорошо. Вот Алина сказала о том, что мы хотим помочь научить родителей самим справляться с проблемами. Вот в вашей ситуации вы помогаете уже непосредственно, вот даете эту помощь. Но есть семьи, мы вот сказали тоже о том, что есть семьи, которые нуждаются, сейчас им нужно оказать помощь, учиться некогда, остро нуждаются, к школе нужна помощь. Вот много таких семей сейчас, которые у вас не на учете, а как вы правильно говорите, которым вы помогаете, да, подопечных? Да, подопечных у нас очень много. Вы знаете, у нас есть даже общая группа с подопечными. И вот много семей, которые несколько раз, там, ежегодно получали те же канцелярские товары, что меня, кстати, очень радует, сразу скажу, многие написали в этом году, что вы знаете, мы в этом году сами справляемся, нам не нужно ничего давать. Лучше вот то, что вы хотели дать нам, дайте другим семьям, кто волей, остро, остро нуждается. Как это приятно слушать. Это действительно приятно, потому что они понимают, насколько для них в свое время это было важно, и теперь хотят этим поделиться с другими. Да, да, я вам скажу, что большое количество семей, которые нам так написали, и это прям очень радует. Ну, есть и те, конечно, которые уже много раз звонили, и звонят, и пишут, и говорят, а вот у меня не получается, когда вы, ну, будете ли вы раздавать, не будете, нам рассчитывать на вас, не рассчитывать. И мы понимаем, что они не просто, чтобы вот бесплатно, там, невозмездно что-то получить, они на самом деле не в состоянии сами что-либо приобрести. У меня такой вопрос, Кристина и Алина, к вам, вообще какая координация существует между фондами и органами власти? Ну, во-первых, большое спасибо и Керазу, в первую очередь, и другим фондам, которые занимаются такой колоссальной работой. Мы уже много лет тесно сотрудничаем, и на самом деле ту помощь, которую они оказывают, в частности, перед первым сентябрем, она, правда, колоссальная, и мы сами иногда эти списки корректируем на быструю руку, там, созваниваемся что-то, редактируем, запрыгивая в последний вагон, но мы понимаем, что это очень важно, и без этого никак. Мы свою роль во всей этой ситуации видим, помимо того, что мы обладаем информацией, списками и так далее, именно координационной, когда очень важно, чтобы тот ребёнок, который нуждается, чтобы он получил, а те семьи, которые уже получили, не получили её дважды, потому что очень много желающих помочь, что тоже радует. И часто такое происходит, что помогают без разбора, никто не будет вникать в реальную ситуацию, как оно там происходит и так далее, просто люди от всей души хотят помочь, и наша задача, чтобы помощь пришла именно тому ребёнку, кому она необходима сейчас. Здесь тесное сотрудничество, взаимодействие, координация, вплоть до того, что мы редактируем даже те списки, которые обрабатываем, которые уже получили помощь, рассылаем, и со стороны районных администраций и мы запрашиваем информацию, кому уже им удалось помочь. Потом передаём эту информацию, да, там видим одни и те же фамилии. Иногда семьи обижаются, и это тоже, наверное, понятно, ну, как будто бы, почему вам жалко, что нам там кто-то ещё другой поможет. Просто у нас нет таких огромных ресурсов, чтобы кому-то помогать дважды. Нам важно, чтобы те, кто равномерно получили, и чтобы мы никого не обидели реально нуждающихся. Знаете, помощь, она может быть абсолютно разной, как материальной, так и там, не знаю, поддержкой и так далее. Мы сами после своих детей аккуратно там сохраняем вещи и передаём фонды или напрямую даже тем людям, которые нуждаются. Это тоже очень ценно, потому что, ну, здесь речь не идёт о том, что это обязательно должно быть что-то новое, купленное, да. Это просто бережное отношение к вещам и передача его вот именно в том виде, в котором они могли бы с удовольствием носить. То есть нужно относиться так, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе, наверное. Ну, как раз этим фонд Керазы занимается, Кристина подтвердит это. А вот если нужна такая помощь, куда и как обратиться, чтобы получить какую-то единовременную выплату, материальную помощь, куда идти? Вы знаете, что семьи, с которыми мы работаем, да, и которые там находятся в такой категории социально уязвимых, они уже, в принципе, прекрасно разбираются, куда обращаться и как это делать. Непосредственно это районные администрации первоочередное, да, там службы социальной поддержки детей и семей в каждом районе, в отдел образования. То есть они уже тоже там на уровне школы понимают и знают реальную картину. Все на связи с благотворительными фондами. И есть уже даже практика, когда там личные обращения там в кабинет министров, и если ситуация выходит из-под контроля, когда есть более глобальные проблемы. Мне кажется, что этот механизм, он уже налажен, он функционирует, и все открыты, все готовы помогать. Может быть, никаких золотых гор никто не обещает, но без внимания, наверное, никто никого не оставит. Кристина, вот к вам как обращаются, как вас находят? Или вы сами находите тем, кому нужно помочь? Ну, мы свои списки формировали около восьми лет, естественно. Поначалу, ну, как это изначально начиналось, нам предоставляли списки в администрации, в сел и так далее. Мы мониторили, ездили, проверяли, все эти семьи ставили их на учет. Но сейчас, если семья какая-то хочет помощи, они приходят обычно к нам в офис, записываются, потом мы их проверяем, если они по критериям подходят для того, чтобы мы их оставили в наших списках, то потом мы в дальнейшем уже оказываем им помощь. Но хочу сказать, что я очень рада тому, что сейчас очень редко добавляются новые семьи, по крайней мере, нам в организации. Это хороший знак. Это хороший знак, да. Но те семьи, которые были у нас на учете, они все так же есть. Есть, которые, конечно, уже сами сказали, что спасибо, вы нам помогли. В общем, вот мы с вашей помощью нервными зданиями, можете нас вычеркивать, но большая часть все-таки до сих пор у нас на попечении. Вот, Алина, Кристина, почему вот перестали вот эти списки расти? Как вы думаете, почему? Экономическая ситуация вот настолько изменилась или координация теперь так налажена, что... Ну, скорее всего, дело в координации. И дело в том, что, во-первых, списки обрабатываются, и мы в тесном взаимодействии друг с другом. И, может быть, и ресурсов тоже стало побольше, чем было ранее. Ранее один Керас функционировал. На сегодняшний день есть в Афонске монастыре есть другие благотворительные фонды, которые тоже в силу своих возможностей имеют своих подопечных. Они нам также передают информацию. Мы также пытаемся редактировать эти списки и как-то информировать другие фонды, кто и чем, и как уже помогли, и чтобы эта помощь, опять же, не дублировалась. Мне кажется, что координация, она способствовала тому, что списки не так растут, как могли бы расти ранее. Кристина, ну вы согласны с этим? Или есть еще какие-то причины? Да нет, я, в принципе, согласна с этим. А вот по поводу, какая сумма вообще нужна, чтобы собрать ребенка в школу? Какой-то минимальный набор. Понятно, что у всех разные потребности у родителей, кто-то подороже, подешевле. Но вот какой-то минимум в России такие исследования существуют. Они оценку там могут сделать, стоимости средней, стоимость школьной формы, портфель, канцелярия и так далее. А вот у вас в фонде есть какая-то фиксированная сумма, которую вы тратите на каждого ребенка? Ну, смотрите, мы закупаем только канцелярские принадлежности, форму, портфель и так далее. Мы не в состоянии. Раньше мы выдавали, но сейчас уже это неподъемная сумма. Ну, Минпросвещение это делает. Мы как раз в начале нашего эфира об этом поговорили. Ну, я прослушала, просто меня позже подключили, я это, видимо, Минпросвещение прослушала. Мы вот канцелярия обеспечиваем. Мы еще не делали закуп. Вот мы только, как говорится, в корзину закидываем все эти необходимые принадлежности. Но вот в том году была потрачена сумма около 700 тысяч. 750, где-то так. Какое количество детей удалось охватить? Охватили мы, если я не ошибаюсь, 800 с чем-то детей. Точную цифру не смогу вам сказать, потому что это все у меня в компьютере, а я сейчас не в офисе. Ну, это цифра большая, да? 800 детей получили возможность пойти в школу с тетрадками. Ну, да, но знаете, в чем проблема? Вы сами знаете, что сейчас цены стали просто в два раза, даже в три раза дороже все стало, чем было в те же 2-3 года назад. И поэтому... Ну, это получается, грубо даже если считать, в прошлом году 1000 рублей на ребенка, да? Мне кажется... От двух до трех. Да, в этом году точно, ну, в пределах. Да, и при этом мы вот когда делаем закуп, мы не берем там что-то самое дорогое. Да, да. Ну, вот, чтобы было хорошего качества, но по самой минимальной цене. Потому что, ну, вот, мы стараемся, чтобы красиво, и чтобы детей порадовать. Учитывая возможности, да, Кристина, исходя из возможностей... Да, представляет, возможно. Конечно, конечно. Спасибо. Ну, просто цены, конечно, растут колоссально. Там, вот, буквально там смотришь, неделю назад одна цена была, а сегодня уже другая цена. Спасибо большое, Кристина, что была с нами на связи. Я надеюсь, к вашей акции обязательно подключатся люди, и вы сумеете оказать вот помощь всем своим подопечным. Да, спасибо большое. Да, мы тоже надеемся. Большое спасибо и вам. Всего доброго. Всего доброго. Алина, благодарю, что были с нами здесь в студии. Я напомню, о сборах в школу мы говорили с Алиной Базба, заместителем председателя службы социальной поддержки детей и семей. Мы говорили с заместителем министра просвещения Ады Алексеевны Квартели и сотрудником фонда Киараз Кристиной Лакоя.